Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что происходит на рынке. В августе месяце у нас было достаточно существенное падение, почти 15% потерял рынок в капитализации. На мой взгляд, есть два основных момента, которые влияют сейчас на то, что происходит на рынке. Первым таким моментом является все-таки неопределенность по поводу ключевой ставки Центрального банка. Члены наблюдательного совета говорят о том, что мы боремся с инфляцией, что мы будем по-прежнему ужесточать денежно-кредитную политику, что те меры, которые принимаются Центральным банком, они недостаточны для того, чтобы сдержать инфляцию. Поэтому вот эта вот риторика такая истребийная, связанная с тем, что мы не то, что будем снижать процентную ставку, а то, что мы будем, может быть, даже ее еще ужесточать, или мы будем ее держать более продолжительное время на высоких значениях, конечно же, не можешь не давить на рынок. Когда ключевая ставка достаточно высокая, она оказывает несколько факторов давления на рынок. То есть первое, высокая процентная ставка стимулирует людей сберегать. Высокие ставки по банковским депозитам, население, соответственно, думает, а зачем мне сейчас тратить, зачем мне сейчас что-то покупать, когда я могу положить на банковские депозиты и получить на самом деле достаточно хорошую доходность. В районе 17-18% это можно получить сейчас по вкладам. Это влияет на потребление. С другой стороны, это влияет на то, что, например, проводить инвестиционные программы, расширять производство, закупать новое оборудование, создавать новые рабочие места, увеличивать заработную плату. Компаниям становится все труднее и труднее, потому что стоимость кредитования достаточно высокая. А те, кто уже работают, у них, соответственно, происходит замещение более дешевого долга дорогим. То есть суть в том, что если у вас, например, сжалось потребление, ну, говорить о том, что вам нужны деньги для того, чтобы расширять производство, нет, вам бы продать то, что вы и так производите. Но возникает ситуация, связанная с тем, что вы ранее взяли кредиты, вы ранее профинансировали какие-то инвестиционные проекты свои собственные, и этот кредит, он тоже имеет срок. Вы взяли кредит на 3 года, на 5 лет. То есть сейчас, соответственно, из-за того, что потребление скупнулось, у вас сжимается выручка, вам долг нужно обслуживать. Замещение долга дешевого происходит более дорогим, и это приводит к тому, что у вас увеличивается стоимость обслуживания этого долга. У вас, получается, практически вся чистая прибыль начинает уходить непосредственно на обслуживание долгов. Друзья, я неоднократно говорю, что возможности оперативно писать видео и размещать их на канале YouTube достаточно сложная задача в текущий момент. У меня есть отдельный телеграм-канал, в котором оперативно я провожу эфиры, и у меня был практически за неделю до записи данного видео отдельный эфир, где я в течение часа рассказывал, что происходит на рынках и что является причинами снижения. Поэтому, если вы хотите оперативно получать информацию, комментарии от меня, задавать свои вопросы и получать ответы, обязательно подпишитесь на канал. Ссылка на него будет в описании к данному видео. Многие подписчики, когда вы придете на канал, увидите, насколько они благодарны тому, что они оперативно получают информацию. От стабилизации своей эмоциональной ситуации, заканчивая отдельными идеями, историями, которые можно включать в свой инвестиционный портфель. Третьим фактором высокой процентной ставки Центрального банка является так называемая ставка безрисковой доходности. То есть доходность 10-летних облигаций находится на уровне 15,5-16%. Это тоже важный фактор. И поэтому наложение этих факторов приводит к тому, что зачем вам тогда находиться в акциях, зачем вам брать какой-то дополнительный риск. Можете безрисково или с очень низким уровнем риска получить стабильные денежные потоки. То есть конкуренция за капитал непосредственно идет. Вторым фактором является баланс спроса и предложения. То есть что значит падение цены актива? Это значит, что количество желающих продать гораздо больше, чем количество желающих купить. Кто у нас готов сейчас что-либо покупать? Готовы ли физические лица покупать после того, как рынок с начала года или с максимумов отъехал на 30%? Если у нас не резиденты, которые обычно обладают большими финансовыми ресурсами, которые могут легко привести капитал с внешнего контура во внутренний российский, и начать покупать активы. Получается, что покупатель отсутствует, а продавцов достаточно много. Продавцы это те, кто понимают, что, например, в ближайший год, например, акции не принесут какую-нибудь реальную доходность, там даже по дивидендам, да, равной доходности облигаций. Никто покупать не хочет, и поэтому цена на актив падает. Рынок всегда приходит к среднему значению. То есть ситуация, когда все страшно, все плохо, никто не хочет покупать. Я не знаю людей, кто бы сейчас активно покупал. Но физические лица, специфика такая, они всегда являются догоняющими. То есть умные деньги, они всегда входят в рынок тогда, когда неопределенность, тогда, когда страшно, тогда, когда нет покупателей. Потому что в этот период вы можете получить самую лучшую цену. И это вот то, о чем хотелось именно рассказать в данном видео. По той простой причине, что люди сначала хотят понять, почему же происходит падение. Вторым вопросом возникает, а что же во всей этой ситуации делать непосредственно сейчас. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. В следующем видео будем как раз-таки говорить о том, что же делать людям в этой ситуации. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи.